У вас по случаю проведения онлайн-выставки обучения за рубежом организаторами, которые стали посольство Японии в России и московский офис университета Хоккайдо. Мне также посчастливилось принять участие в этой важной выставке в прошлом году. Но, вы знаете, к сожалению, из-за распространения коронавируса нового типа в настоящее время невозможно провести оффлайн-выставку образования, чтобы ее смогло посетить много количества людей. И поэтому посольство решило провести подробное онлайн-мероприятие впервые в рамках фестиваля Japan Online Fest. Но дело в том, что даже в течение периода самоизвязи в посольстве поступает много вопросов от именно молодых людей, которые хотят как больше узнать о возможностях обучения в Японии. И мне кажется, это очень важно, поскольку эти молодые люди не будут, как сказать, пессимистичными, но наоборот, они подумают о этом периоде как времени, возможности. И я также думаю, что очень важно, что вы смогли использовать это время как ценный период для сбора и анализа информации и применения ее в будущем. И в связи с этим, я уверен, что сегодняшняя приставка проводится весьма своевременно. Сегодня всего пять театров примут участие в нашем мероприятии, хотя бы в удаленном режиме и поделять своим опытом. И хочу подчеркнуть, что многие из них еще находятся в Японии, то есть впервые у нас появится возможность услышать живой рассказ о жизни в Японии, то есть получить информацию о живом опыте. И мне кажется, особенно это важно, когда распространяется разная информация о ситуации в Японии, иногда хорошая, иногда плохая. И, наверное, сидеть сам очень трудно. И, пожалуйста, используйте возможности сегодняшней выставки для того, чтобы задавать, допустим, ократные вопросы сегодня и потом. Но посетите на обучение в Японии с такой уверенностью, что обучение в Японии действительно расширит ваш потенциал и покажет самым лучшим выбором для вас. В заключение я хочу поблагодарить первую очередь профессора Като Сан из Университета Хоккайдо и всех тех, кто прилагал усилия для организации сегодняшней выставки обучения тормозам, которая обязательно посредит дел укрепления доверия и взаимопонимания между нашими народами. Спасибо за внимание. Мина-сан,どうもありがとうございました. И, о том, шиньтеください. Спасибо, господин Ямамото. Сейчас перед вами выступит профессор университета Хоккайдо, Като Хирофуми. Пожалуйста, господин Като. Уважаемые дамы и господа, доброе утро. Охайо гозаимас. Позвольте представить, меня зовут Като Хирофуми. Я являлся профессором университета Хоккайдо, а также директором совместного московского офиса университета Хоккайдо и МГУ. К сожалению, вот в такой ситуации я выступаю в этом онлайн-стиминале и с опором на Хоккайдо. Но, прежде всего, очень рад, и я очень рад, что мероприятие может быть проведена в крайне сложной ситуации с коронавирусом. Обычно наши семинары организуются вместе в России, но, к сожалению, в тот раз это не сможем. Но от имени университета Хоккайдо и программы обучения Японии «Грубарные сети», я хотел бы выразить нашу искреннюю благодарность посольству Японии в Москве, который сейчас сказался очень теплым словом господин Мори, кроме того, другие сотрудники из посольства. Ну, за организацию этого мероприятия, за что нам дали такую очень ценную возможность. Немножко я хотел объяснить про нашу программу. В данном программе проводится в «Ламках» проект Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии, под названием образования Японии «Грубарные сети». Этот проект мы были запущены правительством Японии в 2014 году. И его главной целью является привлечение как можно большого количества иностранных студентов к обучению в Японии путем проведения форума японского образования. Особенно в этот раз мы хотим превращать из России. Еще главной целью проведения данного форума является предоставление старшим школьникам и студентам в России. Мы хотим дать эту информацию касательно возможности обучения в разных учебных заведениях. Данная информация будет включаться в себя ознакомление не только с программами обучения каждом конкретном из предоставленных сегодня заведения, но также и вообще заведения относительно сипинжи тоже, которые предоставляются правительством Японии особо перспективными студентами. Кроме того, сегодня студенты, которые уже прошли обучение в Японии или кто уже учился в Японии, они рассказывают и объясняют свои впечатления о жизни и учебе в Японии. Мы будем искренне рады принять российскую молодежь на обучение в Японии и все от нас зависит чтобы в вашем обучении в Японии стала не только хорошей страной вашей будущей карьеры, но также и возможность познакомиться с японским образованием жизни, истории и культуры нашей страны Японии. Ну, я вот окончательно. Я хотел сказать, надеюсь, что сегодняшний форум предприятие поможет вам составить представление о возможности учебной опыте. Спасибо за внимание. Като Сэнсэй А теперь вашему вниманию предлагается презентация преподавателя университета Хоккайдо Такуда Юкако. Пожалуйста, госпожа Такуда. Здравствуйте. Меня зовут Юка Токуда из университета Хоккайдо. Сегодня я представляю вам проект Study in Japan. Цель данного проекта уже профессор Като немного рассказал. Так что я сегодня хотела бы рассказать об основной информации относительно образования и обучения в Японии. И вот это тема сегодняшней презентации. почему именно Японии. На этом слайде вы можете увидеть данные количество иностранных студентов обучающихся в Японии. В Японии около 300 тысяч иностранных студентов из России всего 771 человек. Мы хотели чтобы студенты из России было больше. В Японии очень большое количество учебных заведений, предоставляющих высшее и среднее специальное образование. Мы уверены, что вы сможете найти учебные заведения, которые соответствуют вашим интересам и коллеги. Еще раз, в чем же преимущество в общении в Японии? Первая и очень важная причина широкий выбор различных сфер образования. Вторая причина заключается, что в последние пять лет японские ученые получают Нобелевские премии в разных областях науки. Итак, профессор Йошно в прошлом году получил Нобелевскую премию по химии, изобретенные батареи, используемые в мобильных устройствах. Они изменили нашу жизнь. Так что таким образом в Японии вы можете изучать самые передовые технологии и научные разработки. Третья причина Япония является одной из самых безопасных стран в мире и активно держит курс на интернационализацию. И также японское правительство поощряет иностранных студентов оставаться в Японии и искать здесь работу после обучения. Еще один очень важный фактор это увеличение количества программ на английском языке, позволяющие получить ученую степень и в настоящее время таких курсов более 900. На сайте JASO это ассоциация поддержки иностранных студентов вы можете найти полный список данных курсов и университетов в которых они преподаются. Теперь система образования в Японии. А в Японии имеется 5 типов образовательных учреждений принимающих иностранных студентов. Первый и второй это университеты и аспирантуры как центры передового обучения. И вы можете получить степень бакалавала обучаясь в университете и получить магистр и доктор обучаясь в аспирантуре. Третье, четвертое, пятое это разные колледжи. Кроме вышеперечисленных учебных заведений в Японии также много школ японского языка в которых могут обучаться иностранные студенты. Теперь академический год. В Японии в большинстве учебных заведений он начинается в апреле и заканчивается в марте. Однако некоторые курсы предлагающие получение степень в образовании на английском языке начинаются в сентябре или октябре. Как подать заявку на поступление в японский университет? Документы на университетскую программу имеют права подавать лица, достигшие 18 лет и прошедшие курс 12-летнего обучения в средней школе, но для курс этот критерий снижен до 11 лет. На магистрскую программу имеют права подавать документы лица, достигших 22 лет и обладающие степенью покровала или равнозначной ей степень. Для подачи заявок на докторскую программу заявитель должен обладать степенью магистра или разно значительной ей степень. Теперь относительно требования к знанию иностранных языков. Как правило, лекции для студентов в японских университетах читаются на японском языке. Поэтому для того, чтобы понимать преподавателей, ваш уровень должен соответствовать уровню, указанному на слайде. Однако для аспирантов технических специальностей и других областей естественных наук требования к знанию японского языка будут зависеть от лаборатории, в которой вы планируете обучаться. Теперь что такое EJU? Это один из основных вступительных экзаменов, который требуется сдавать для поступления в японский университет уровень бакалавриата. 98% государственных японских университетов требуют от иностранных студентов сдать экзамен. Более подробную информацию о EJU вы можете получить на сайте Diaso. Если вы подаете документы на курс, который читается на английском языке, ваше знание должен соответствовать уровню, указанному на слайде. Процедура подать документы для обучения в Японии. 1. Один из важнейших пунктов – это очень тщательное планирование заранее, сбор информации и внимательная ее проверка. если вы решили получить высшее образование в Японии, вам следует начать подготовку как минимум за год до приезда в Японию. 2. После того, как вы выбрали вуз, запросите информационный буклет этого вуза со всей последней информацией. И сдайте все необходимые экзамены и тесты, подготовьте все нужные документы. И потом сдайте документы и заявление о приеме в сроке подачи документов и заплатите вступительный взнос. потом сдайте вступительный экзамен и когда вы получите письмо подтверждающее ваше поступление в университет, вам нужно получить паспорт, если у вас еще не было, и подать документы на студентскую визу. оплату оплата за обучение. Данная таблица показывает стоимость образования обучения. В первый год в дополнение к плате за обучение необходимо будет заплатить вступительный взнос. обучение обучение в частных вузов сильно отличается в зависимости от выбранной специальности и курса обучения. стипендии Большинство стипендий можно получить только после приезда в Японию по рекомендации вуза, в котором вы обучаете. Однако существует несколько стипендий, документы на которые можно подать перед приездом в Японию. Первое это стипендия правительства Японии МЕКС. Об этой стипендии мы позже расскажем отдельно и подробно. Второе это стипендия для иностранных студентов обучающихся за свой счет. И третье стипендия это стипендия JASO для студентов приехавших по обменной программе. И четвертое это стипендии от частных организаций и местных органов самоуправления. К сожалению, таких стипендий ограничены. И в конце презентации несколько слов возможностей устройства на работу в Японии после обучения. Японское правительство поощряет иностранных студентов работать в Японии после окончания обучения. Как вы видите на графике количество иностранных студентов иностранных которые находят работу в Японии очень каждый год увеличивается. И в Японии в последнее время также проводят большее количество выставок по трудоустройству ориентированных на иностранных студентов. Так что обязательно постарайтесь применить свой опыт обучения в дальнейшей работе в Японии. Пожалуйста посетите сайт JASO и начните подготовку обучения в Японии. я так быстро рассказала но надеемся что данная презентация была полезна для вас. Спасибо за внимание и увидимся в Японии. Спасибо большое. Следующая тема нашего мероприятия стипендия правительства Японии. Об этом вам расскажут представители посольства Японии в Российской Федерации Юлия Каролькова. Юлия, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Юлия Каролькова. Я работаю в информационном отделе посольства Японии, одним из направлений работы которого является проведение конкурсного отбора по стипендиальным программам правительства Японии и сопровождение кандидатов на всех этапах процедуры конкурса. Прежде всего, хотелось бы отметить, что в моей презентации речь пойдет о программах, которые курируют посольства, в то время как сейчас существует довольно много возможностей обучения в Японии как за свой счет, так и по различным программам и грантам. Эту информацию вы можете найти на сайтах, например, сайте Министерства образования Японии, сайте Ассоциации поддержки иностранных студентов Джасо, в сайте проекта Study in Japan сегодня Токуда Сан рассказывала уже об этих возможностях. Я расскажу именно о стипендиальных программах, конкурс по которым осуществляет посольство Японии. Став стипендиатом правительства Японии, участник получает возможность бесплатного обучения и получения ежемесячной стипендии, которая варьируется в зависимости от программы. У нас есть четыре основные программы. Итак, я продолжу. Значит, речь пойдет о четырех основных наших программах. Первая программа Японский язык и культура Японии. Программа дает возможность пройти обучение в одном из университетов Японии в течение одного года с целью повышения знаний по японскому языку, культуре, страноведению. Необходимое одно из главных условий участия в этой программе, кандидат должен являться студентом вуза и специализироваться на изучении предметов, связанных с изучением японского языка и культуры Японии. Кроме того, после того, как пройдет курс обучения в Японии, он рассчитан примерно на один год, стипендиат должен вернуться на родину и продолжить, завершить, вернее даже обучение в своем вузе. Поэтому в программе не могут участвовать кандидаты, которые обучаются на последнем курсе, а также студенты, которые проучились менее одного года. Хотелось бы отметить, что программа уникальна тем, что дает возможность студентам, изучающим японский язык, пройти интенсивный курс по японскому языку, повысив свой уровень владения языком. Но что еще более ценно, это полностью погрузиться в языковую среду, атмосферу изучения различных аспектов жизни Японии, культуры, истории, повседневной жизни. Программа очень интересная. Перейду к следующей программе. Программа называется «Студент». Она предназначена в первую очередь для тех, кто является выпускником школ, хотя должна сказать, что в ней активно участвуют и студенты вузов. По возрастному ограничению от 17 до 25 лет существует возрастное ограничение по этой программе, но тем, кто поступает в вузы, должно исполниться 18 лет. Программа рассчитана, как правило, на 5 лет, значит, год подготовительного обучения в Японии и 4 года обучения по курсу бакалавриата. Несколько слов скажу о подготовительном курсе. Как правило, после приезда в Японию, стипендиаты обучаются на подготовительном курсе при университете. В зависимости от выбранного профиля, это будет либо Токийский университет иностранных языков, либо университет Осака, при этих двух вузах созданы специальные курсы для подготовки иностранных студентов к поступлению в японские вузы. Прежде всего, там ведется интенсивная подготовка по японскому языку, а также по профилирующим предметам, которые выбрали для себя стипендиаты. На одном из этапов обучения на подготовительном курсе стипендиаты пишут тесты, которые в дальнейшем являются вступительными, по которым они зачисляются потом в вузы. Несколько слов о процедуре конкурса по этой программе. После подачи комплекта документов и скрининга все кандидаты сдают письменные тесты, которые разделяются по двум профилям. Кандидаты гуманитарного профиля сдают тесты по английскому языку, японскому языку, математики уровень A, кандидаты профиля естественных наук, математика уровень B, химия, и в зависимости от более узкой специализации либо физика, либо биология. очень часто возникает у кандидатов вопрос, можно ли участвовать в программе кандидатам, которые на момент участия в конкурсе еще не начали изучать японский язык. Да, по правилам программы кандидаты должны быть готовы к активному изучению, к интенсивному изучению японского языка и к обучению на японском языке. поэтому можно участвовать и тем кандидатам, которые еще не начали изучать японский язык, но, конечно, в интересах самого кандидата начать изучать японский язык до начала программы, чтобы потом было легче учиться. Также хотела бы обратить внимание и посоветовать сразу кандидатам, которые планируют принимать участие в этой программе, заранее знакомиться с вариантами тестов, потому что они достаточно сложные, они необычные, они могут отличаться в содержательной части от наших привычных тестов, от тестов, которые сдают наши выпускники, тестов ЕГЭ, поэтому мы рекомендуем заранее подготовиться, посмотреть тесты прошлых лет, это можно сделать либо в отделе японской культуры японского фонда, который находится в Москве, либо посмотреть сайт проекта Study in Japan, там тоже размещены варианты тестов за прошлые годы. После первого этапа конкурса по результатам тестов и собеседования посольство принимает решение о выборе кандидатов для дальнейшей рекомендации Министерства образования Японии, которое, собственно, принимает решение о принятии кандидатов на программу. Таким образом, вся процедура конкурса с момента начала приема документов до момента отъезда в Японию занимает примерно год. Так, перейду к следующей программе. Наверное, это самая популярная программа у нас, называется она стажер-исследователь. Программа дает возможность продолжить обучение в одном из японских университетов по своей специальности. Круг специальностей практически не ограничен, но есть важный момент. Область исследования должна соответствовать основной специализации кандидата. То есть нельзя кардинально поменять направление обучения и специализацию. Также область исследования должна соответствовать предметам, которые кандидат будет в возможности изучать в магистратуре японского вуза и проводить свою исследовательскую работу. Это довольно важный момент. В программе могут участвовать выпускники вузов, то есть бакалавры, выпускники магистратуры, студенты аспирантуры, то есть самое главное условие образования должно соответствовать японскому 16-летнему образованию, необходимому для поступления в магистратуру. Сделаю еще сразу акцент по поводу 16-летнего образования. часто возникает вопрос, что делать кандидатам зачастую по нашему российскому образованию. У нас получается 15 лет, 11 лет школьного образования, 4 года обучения по курсу бакалавра. Ничего страшного, с таким образованием участвовать можно. Единственный момент, что если вы планируете потом поступить официально в магистратуру, то первый год лучше поучиться в статусе стажера-исследователя, и он будет добавлен к вашему 15-летнему образованию, и уже никаких проблем с поступлением у вас не возникнет. Немножечко пару слов расскажу по поводу самого понятия стажер-исследователь и студент, официальный студент магистратуры, тоже возникает много вопросов. Программой предусмотрено, по большому счету, два варианта обучения. Статус так называемого стажера-исследователя дает возможность обучения в качестве неофициального студента магистратуры, то есть вольнослушателя, стипендиат проходит обучение и осуществляет свою исследовательскую работу под руководством научного руководителя, выбрав те или иные предметы, семинары, курсы, в соответствии со своими задачами и целями обучения. Если у стипендиата нет цели поступить потом в магистратуру, получить диплом об окончании магистратуры, то можно весь период получения стипендии проучиться в статусе стажера-исследователя. Если стипендиат планирует поступить официально, сдать экзамены, стать официальным студентом магистратуры, то он либо может сразу выбрать этот вариант, либо, как делает большинство наших стипендиатов, приехать в Японию в качестве стажера-исследователя, привыкнуть адаптироваться к жизни Японии, поучиться по выбранному расписанию, узнать всю подробную информацию о сроках поступления, об экзаменах, которые нужно будет сдавать и в дальнейшем в определенный момент подать документы и поступить в магистратуру. При соблюдении всех условий срок стипендии будет продлен на весь период обучения до завершения полного курса. Процедура конкурса по этой программе аналогичная. Кандидаты подают документы в посольство, после завершения приема проходит скрининг, в результате которого участники получают информацию о том, что они приглашены на письменные тесты. По этой программе письменные тесты проходят по английскому и японскому языку. Далее по результатам тестов принимается решение, кого пригласить на собеседование. После этого опять-таки посольство проводит еще раз выбор кандидатов, которых уже в дальнейшем будет рекомендовать Министерство образования Японии. И те кандидаты, которые будут выбраны, начинают процесс согласования своего будущего обучения с одним из японских вузов. Ну и на втором этапе Министерство образования рассматривает комплект документов, принимает решение о принятии кандидатов на программу. Так, и очень кратенько я сейчас перейду, расскажу буквально несколько слов о четвертой программе. Программа Кёкэнсэй называется «Для молодых преподавателей». Она своеобразная, достаточно узко специализированная, поэтому очень краткая. Это программа для преподавателей, для учителей школ, стаж работы которых составляет не менее пяти лет. При этом кандидат может не обязательно быть преподавателем японского языка на других предметах, но хочет получить опыт методики преподавания своего предмета и поближе познакомиться с системой образования Японии. Кандидаты также сдают тест по английскому и японскому языку, и принимающий вуз выбирает, исходя из наиболее подходящего для себя курса обучения. Период обучения по этой программе полтора года, то есть три семестра. В принципе, критерии отбора по всем программам выглядят практически одинаково. Подача документов, скрининг документов, письменные тесты, собеседование с кандидатами, которые успешно прошли экзамены. Важный момент касательно сроков подачи документов и дат проведения экзамена. В зависимости от региона проживания кандидатов документы можно подать либо в посольство Японии в Москве, если кандидат проживает на территории, которая относится к посольству, либо в генеральных консульствах по месту жительства. Расписание может немножечко отличаться, поэтому я рекомендую обязательно уточнять информацию в депмиссии по месту вашего жительства. В настоящий момент у нас идет прием документов по двум программам. Это программа студент и программа стажер-исследователь. Практически все депмиссии, за исключением Владивостока, они чуть раньше закончат принимать документы. Все остальные до 14 августа принимают документы. И две программы японский язык и культура и программа для молодых преподавателей, набор по ним проходит у нас зимой. К сожалению, очень кратко пришлось рассказывать сегодня о наших программах, но хотела бы порекомендовать всем, кто интересуется, зайти на сайт посольства Японии. Здесь вы видите ссылочку на наш сайт. Вся подробная информация об этих программах, о которых сегодня я рассказывала, плюс бланки необходимых документов, которые нужно будет заполнить, размещена на сайте посольства в разделе образования. Также вот здесь указан адрес моей электронной почты. Всегда можете обращаться по любым вопросам. Буду очень рада вам помочь и ответить на ваши вопросы. И в завершении я хотела бы поблагодарить вас за внимание. Мы будем очень рады видеть новых участников. Хочу сказать, что все возможно, все доступно. Получить стипендию правительства Японии это абсолютно реально. Все зависит только от вас. Поэтому я желаю всем нашим будущим участникам удачи. И по всем вопросам, касающимся участия в программах, можете смело обращаться в наши отделы. Всегда буду рада помочь вам ответить на все ваши вопросы. Большое спасибо.